МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Азов.Инфо в студии Александр Кучец. О главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. Ушел из жизни народный артист СССР Василий Лановой. Новоселы, вернувшиеся после ремонта в свои квартиры, пострадавшие от взрыва бытового газа в феврале прошлого года, недовольны качеством выполненных работ. В Азове выбрали нового председателя общественного совета. Начинаем выпуск с печальной новости. 28 января на 88-м году ушел из жизни народный артист СССР Василий Семенович Лановой, который в течение месяца боролся с коронавирусом. Во время своего последнего посещения Донской земли в октябре 2020 года всенародно любимый артист побывал и в Азове, куда собирался приехать снова и дать концерт, посвященный фильму «Офицеры», 50-летие которого будет отмечаться в 2021 году. С 1957 по 2021 годы великий артист служил в труппе театра имени Махтангова. В кино сыграл более 80 блестящих ролей, среди которых всенародно любимые Аллы Паруса, Павел Корчагин, офицеры и многие другие. 3 октября 2020 года супредседатель общественного движения «Бессмертный полк России» Василий Лановой побывал в Азове, как главный участник программы «Спасибо за верность потомке». Всероссийского фестиваля «Завтра была война», посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Общение легенды российского кино и театра со зрителями в городском дворце культуры было простым и душевным. А мы, с войны пришедшие солдаты, мы хорошо запомнили две даты. Во-первых, это день 9 мая, тот самый долгожданный день, когда закончилась Вторая мировая, ну а для нас кровавая страда. Мы вылезли из танков и закопов, за нами оглянулись, пол Европы. И белый плеск знамен спилил болгонных. Немало с той поры минуло лет, но день победы помним мы, как помним, и день отмены карточек на хлеб. Начало войны Василий Лановой застал на Украине, куда вместе с сестрой приехал к родным на лето. 22-го мы приехали на станцию Абамеликова под Котовском, вышли из поезда в 5 утра и увидели сотню немецких самолетов, которые летели бомбить Одессу. Так началась война. Родители на 3,5 года остались в Москве на заводе работать, в химическом заводе, а мы у дедушек и у бабушек. И все это произошло на моих глазах. Своими глазами видел и отступление фашистов под натиском Красной Армии. И на всю жизнь запомнил рассуждения деда Ивана. Он смотрел на все это и говорил, тю, тю, он же ж боскали накидал и минцем по срации, он накидал и по срации. И это осталось первым определением для меня на всю жизнь, что произошло немецкими силами. Это действительно было так, я это помню, для меня это осталось главным. Всенародный артист на протяжении всей жизни был олицетворением чести, достоинства и мужества. Таким он навсегда останется в сердцах благодарных зрителей. Смотри на моих бойцов, Терри свет, он не бил их в лицо, Вот застыл батальон в строю, С новостах друзей узнаю, Хоть и мне двадцати пяти, Трудный путь пришлось пройти, Это те, кто в штыки Под охранник на усадок один, Те, кто пожал, не верни. К другим новостям. Сегодня состоялось заседание Общественного совета при администрации города, на котором выбрали нового председателя и наметили план работы на первое полугодие текущего года. Коллегия администрации сформировала уже третий персональный состав Общественного совета, в который, по словам Владимира Рощупкина, вошли наиболее авторитетные и уважаемые азовчане, имеющие большой опыт в различных сферах жизни города. Председателем единогласно избрали Николая Сагу, который сменил на этом посту Андрея Петрова. Затем обсудили план работы на ближайшее полугодие. Надо отметить, что четверо из 15 человек вошли в Общественный совет впервые. Владимир Михайлов внес сразу два предложения. Первое связано с парком, который, как уверен руководитель Совета ветеранов, совсем не соответствует своему названию – «Жемчужина». Просто я сейчас каждый день гуляю, каждый день наслаждаюсь парком, который за ГДК. А этим парком это страшное дело уже, потому что ночью там пройти невозможно, там света оказывается нет, его не подметают, его не убирают. Там как прошлогодняя трава, листья лежат и так и лежат. Ну, это вообще стыдно, понимаете? А я каждый день это выслушаю от своих пенсионеров, потому что они ходят там каждый день, а убиться можно. Ну, вообще стыд. Стыд и сразу. Я считаю, что это нужно рассматривать, потому что… Да вы рассматривали, но ничего ж не делается. Вот же в чем вопрос. Второй вопрос касался состояния городского и ветеранского кладбищ. Надежда Негодаева напомнила об острой проблеме организации дорожного движения в промзоне. Ну, ужасно. Вот два отряда стоят машины, грузовые, тяжелые, автобусы еле-еле пробираются, люди между ними. Ну, вот каждый день ждем, что кого-то собьем. Это вот вопрос, который интересует и волнует очень многих, особенно автомобилистов, особенно состояние этой дороги. По словам главы Азовской администрации Владимира Рощупкина, конкретная работа по решению данного вопроса уже идет. Вода заключен контракт с Министерством транспорта Ростовской области, с Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом. Ну, он победил дорожного строительства. Этот институт победил, и они с лета прошлого года занимаются проектированием объездной дороги. Мы предоставили и мы, и район много исходных материалов сейчас, там несколько рассматриваются вариантов ее прокладывания. И, собственно, до конца 2021 года, до конца этого года, проектно-сметная документация должна быть готова. Порядка 50 миллионов область на эти цели выделила в прошлом году. То есть, эта работа уже ведется, и если все как по плану закончится в этом году, то они будут начинать заниматься со следующего года по федеральному бюджету, по включению в федеральный бюджет, поскольку дорога к федеральной земле, к федеральному порту, то должен участвовать в федеральном бюджете. Елена Мельникова предложила внести в план пункт о возможных мерах воздействия за порчу муниципального имущества. Вот получается, они все разумные, добровечные, ну, начиная с рост, который мы посадили, и сразу украли, ну, уже 5 миллионов. И дальше вот все, что сейчас, ведь все урны или валяются, или их вытаскивают куда-то. Фонари, фонари, как там можно в нашем красивом парке, да, половина уже разбитая. С этим надо бороться. Именно постоянно, понимаете, эти люди должны понимать, что их найдут, ну, давайте как-то показывать. Вот как блогеров, которые, посмотрите, какие они трусы, когда нужно извиняться, когда нужно отвечать за содеянное. Другие участники заседания предложили внести в план вопросы по работе отделения париативной помощи, санитарному состоянию мест сбора мусора, безопасности в общественных местах. Хочется надеяться, что работа обновленного состава будет реально способствовать улучшению жизни города. Екатерина Четверикова, Татьяна Ивашенко, Александр Кучец, Азохинфо. Прошел почти год, как пострадал от взрыва бытового газа многоквартирный дом по переулку Павлова. За это время были проведены аварийно-восстановительные работы, и жильцы, наконец, вернулись в свои квартиры. В квартиры многострадального первого подъезда дома по переулку Павлова 108-84 снова вернулись собственники. После месяца обустройства жильцы оценивают не только внешнее состояние, но и качество отделочных работ. Мы провели опрос собственников квартир, и нам бы очень хотелось, чтобы все отзывы были такими же, как и у жительницы квартиры номер 7. Да, все понравилось, все хорошо. Ну, как бы, молодцы ребята, ну, и вы молодцы. Ну, в общем, все, вошли в наше положение. Пока. Переехали, да, у нас как бы не было телевидения. И вы приехали, и все у нас было нормально. По качеству ремонт устраивать? Да, 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 все нормально, да, да, все нравится. Но действительность оказалась намного суровее. Некоторые жители, испытывая сильное негодование от качества ремонта своих квартир, отказались от комментариев. Другие просто устали жаловаться и не верят, что ремонт квартир доведут до нормального состояния. Благодаря жильцам первой квартиры мы сможем показать ту малую часть качественного, в кавычках, ремонта, на который был выделен не один десяток миллионов рублей. Батареи неправильно поставлены, не в нише. Вы подходите и смотрите. Полы ламинат, полы ламинат лопну. Котлы, котлы он посымали, тяги нету. У надушники, да, тяги нету. Короче, все надо переделывать, батареи переставлять, батареи не поставили. У меня там в комнате холодильник, у меня батареи не поставили, у меня везде батареи стояли. Ничего этого не сделали. Не положено. Выучили слово. Проект, проект, проект. Все. Одно слово. У каждого. Ну, а так, вот так все. Переделываем. Переделываем. Обещали, что это только усилились. Причем сантехника, батареи переставить. Все, забыли все. С конца. Мы тоже поставили какую-то трубу, будут ставить и нам. Обещают, когда надо ставить какую-то трубу. Дорогостоящую. Даже хваленые дорогостоящие котлы не смогли расположить к себе собственников. Так, жительница квартиры номер пять осталась без горячей воды и отопления, вернувшись в свою квартиру. Подрядчик даже не потрудился очистить вентиляционные ходы от завалов кирпичей. Еженедельные объезды, которыми администрация города контролировала ход работ, не принесли своих плодов. Качество осталось на уровне биотуалета, который расположен во дворе. Возникает резонный вопрос. На что же было потрачено более 80 миллионов рублей? Завершилась реставрация монет из раскопок Азовского музея-заповедника, найденных на Петровском бульваре в 2019 году. Всего было обработано около пяти тысяч монет, среди них немало редких экземпляров. Но настоящим сюрпризом стал клад серебряных монет, найденных археологами у входа в кинотеатр. Клад был завернут в кусок шелковой рубахи с вышивкой. Благодаря тому, что ткань была обернута вокруг монет, она смогла сохраниться в таком виде. Цвет, конечно, мы представить себе не можем, но вышивку разглядеть можно. Клад сам по себе не очень большой. Всего 24 дирхема. На эти деньги особо не разгуляешься. Это всего десятая часть стоимости девочки-рабыни или заработок квалифицированного ремесленника за 10-12 дней. Самой младшей монетой является монета Мухаммеда Орды, которая была отчеканена за четыре года до Куликовской битвы. Это первый клад этого периода, найденный на территории Азова. То есть тот, который найден в вторую половину 70-х годов. В этот период чеканились монеты на Азовском монетном дворе. Много ханов чеканилось. Ни одной монеты Азовского монетного двора в этом кладе нет. Это интересная особенность клада. Возможно, он кому-то принадлежал приезжему. В период правления хана Мухаммеда прекратил работу монетный двор Азака. Через несколько лет в правлении хана Тахтамыша работа монетного двора была возобновлена вплоть до 15 века, когда один из штемпелей и был утерян. И найден археологами только в 21 веке. Вот вы видите уникальную находку, которая вообще заслуживает отдельного рассказа. Но просто для иллюстрации того, чем пользовались монетные мастера. То есть это нижний штемпель, использовавшийся для чеканки монет в нашем городе в 15 веке. Истории маленьких кладов раскрывают страницы из жизни средневекового Азака. Чем они и ценны. На сегодня это все. Впереди прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 6 15 54. Будем делать новости вместе. Берегите себя. Все так же соблюдайте социальную дистанцию и масочный режим. Всего доброго. Хороших выходных. В субботу 30 января пасмурно. Днем плюс 7, плюс 9 градусов. Ночью от плюс 1 до плюс 2. Ветер южный 5-6 метров в секунду. Влажность воздуха 68%. Уровень воды в реке Дон на 79 сантиметров выше нормы. Температура воды плюс 3 градуса. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В воскресенье 31 января. Небольшой дождь. Днем плюс 7, плюс 9 градусов. Ночью от плюс 3 до плюс 4. Ветер юго-западный 5-6 метров в секунду. Влажность воздуха 84%. Уровень воды в реке Дон на 79 сантиметров выше нормы. Температура воды плюс 3 градуса. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Продолжение следует 필ус. Субтитры escrito Синово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин